Полицейские и сотрудники ГУФСИН взяли под опеку бывших заключенных. Силовики надеются, что под их строгим контролем экс-осужденные не решатся на новые преступления. К тому же служители закона помогают им адаптироваться в обществе. К заключенному Дмитрию теперь пристальное внимание. В колонии его обучили редкой профессии и уже ждут, когда осужденный закончит отбывать свой срок. На одном из челябинских заводов за мужчиной уже закреплено рабочее место. Меня обучили плазмовой редкости словым программным управлением. Мне нравится, я работаю, получаю за это деньги. Ну и планирую работать дальше по этой специальности. Надзор за бывшими заключенными поможет снизить уровень преступности в городе, считают в полиции. Ведь по статистике число преступлений, совершенных ранее судимыми, стало расти. Трудотерапия – хороший способ для бывшего осужденного начать новую жизнь. В данном исправительном учреждении здесь находятся два цеха производственных. В этих цехах лица, которые находятся в данном учреждении, получают все необходимые навыки. Как сообщили служители закона, девять крупнейших предприятий области готовы предоставить работу бывшим заключенным. В среднем на территории Челябинской области из учреждений уголовно-исполнительной системы ежегодно выходит на свободу около шести тысяч ранее судимых лиц. Продолжение следует...